Эти розовые многоэтажки, что в районе улиц Зейска и Батарейной, знакомы, пожалуй, каждому жителю города. Их построили в 2008 году. Назвали микрорайон Черемушки. Вот только ни асфальтированной дороги, ни ровного тротуара здесь не предусмотрели. Скоро жизнь местных в корне изменится. Надежда Сапунова – одна из первых, кто уже оценил новенькую плитку на тротуаре. Вот так спокойно прогуливаться по району будущий ветеринар мечтала все четыре года, что тут живет. Но выходило все иначе. Было пыльно и местами опасно. Не приходилось-то все обходить. Даже всегда обходили вот так, чтобы по этим не ходить. Потому что все тут было разбито. Хоть сейчас более-менее тротуар будет хорошо. Для того, чтобы стало хорошо, на участке потеют несколько десятков рабочих. Одни орудуют молотками и собирают пазл из бетонных плиток, другие подготавливают дорожное полотно к асфальтированию. В районе Зейской больничной уже витает армад свежесваренного битума. Здесь трамбуют второй слой асфальтного покрытия. Обещают, на этой неделе отрезок от загородной до больничной станет доступным для автовладельцев. Уже в новом исполнении. Но благоустройство в рамках реконструкции коллектора на Зейской на этом не закончится. Сейчас мы сделаем асфальт положение до конца августа. А в сентябре мы закончим благоустройство дорожки, освещение, зеленую зону, где-то какие-то работы, остановки. Ко второму августа откроют участок от больничной до батарейной. Позже перейдут на железнодорожную. Ее асфальтирование станет финалом работ над Зейским коллектором. В общей сложности над ним трудились около восьми лет. Кристина Коширина, Денис Лугов, программа «Город».